История с Попрошайкой Серёгой продолжается, и я хочу сделать полноценное видео на эту тему, тем, чтобы я пообщался и с его дядей, кстати, я его нашёл уже в Одноклассниках, но он не отвечает. Выслушать две стороны и понять, кто из них врёт, вот, но это уже в следующих видео. Я прибыл к Чураско, Чураско на Петровскую, кто не знает, я работаю аниматором, в пятницу, в субботу, это у нас Чурасочка. Я, правда, не знаю, какая, по-разному, или на Петровскую, или внизу на Пушкинской. Ну, короче, это как-то так выглядит, я с горем пополам оделся, у меня ещё и крылышки есть. Здесь сегодня были хорошие, сами по себе посетители, очень понравились, все танцевали, было круто, так что, если у вас есть деньги, приходите в Чураско, потому что Чураско very expensive, very expensive, там сет больше 300 гривен, блин. Привет. И пока я купался, псина уже залез под одеяло, вылазь, давайте вниз. После того видео, которое я выкинул про Серёгу, было очень много комментариев, это видео опубликовал типичный Харьков, спасибо большое за понимание, за то, что вы реально хотите помочь тому человеку, и я думал, что будет очень много негатива, но люди как бы более-менее относились к этой истории нормально, буквально на следующий день решил вернуться к монастыру, посмотреть, есть там Серёга или нет, чтобы задать ему вопросы, которые я не задал ему, и люди просили задать ему эти вопросы. Как бы, и я хотел спросить у него насчёт его дяди, обижает ли он его, и такие вопросы на тему, если мы тебе поможем вернуть твои документы, будешь ты попрошайничать или нет? А вы знаете Серёга? Серёга, знаете? Вот тут сидел? Да. А он был сегодня? Сегодня нет. Нет? Угу. А вчера? Сейчас, тогда, по-моему, да. Да, хорошо. А он как, от монастыря или сам? Мне просто интересно. Сам, да? Я приехал под монастырь, Серёги я не обнаружил. Как вас зовут? Как вас зовут? Виктор. Виктор говорит, что он видел Серёгу, но сегодня его точно не было, и он ему точно ту же историю рассказывал о том, что дядя забрал у него паспорт, ну, короче, все документы, а про дом рассказывал ему. Да, дом, как бы два дома. Два дома, да. На одном участке. И вот этот дядька хочет вроде как этот дом забрать, а его куда-то свыронуть. Понятно. Короче, он лишний в этой семье, да, получается? Наверное. Дядя его нужно обязательно пообщаться, чтобы выслушать и другую сторону, что они скажут на тот счёт, почему его племянник просит милостыню. Я написал Серёгиному дяде на Одноклассники. Последний раз он заходил туда, кстати, 30 октября. И надеюсь на то, что он даст мне ответ. Сходили в секонд, Ира купила себе мачку за 10 гривен, вы не поверите, за 10 гривен. Я не выдумываю, но ты мачку за 10 гривен купила. Не было так. Это очень круто. Я себе ничего не нашёл. Да, я одеваюсь на секонде. Частично. What the fuck? Как бы это нормально, потому что, смотря на цены, которые сейчас ставят в магазине, это просто бомбически. Лучше пойти купить себе что-то на секондде. Нормальный, конечно, если вам не в лом. Да, Ира действительно купила себе майку за 10 гривен. Нет. Вот этот замечательный рюкзак, его ещё называют Roll Top. Когда я себе купил ноут, я столкнулся с проблемой. Мне неудобно перевозить свой ноут в своём маленьком рюкзаке Mipak. У нас есть хороший знакомый, его зовут Яша, и оказалось, что он занимается аксессуарами. Это там шарфы, рюкзаки. Может, вы видели, у меня в предыдущей влоге называется «Качественный шмот». Делали фотосет для его фирмы. И саму фоткали, да, с рюкзаками. Вот, это именно этот человек. Фишка этих рюкзаков, это, конечно же, материал «Кордуро» называется. Вы можете погуглить в интернете, если вам интересно. Это очень крепкий материал. У него температура плавления 210 градусов. Плюс он 4 раза крепче обычного нейлонового материала. Ещё он водоотталкивающий. Это большой плюс, потому что с тем рюкзаком у меня были проблемы, когда были большие ливни. Я просто открывал его, и у меня внутри всё влажное и мокрое было. Этот рюкзак я ещё не юзал, но мы делали тест небольшой под раковиной. И скажу вам, что воду он держит. Вы, наверное, заметили, что сейчас на ютубе творится какая-то полная дичь. Уведомления не приходят. В подписках не всегда видны новые видео, которые выходят на каналах ваших любимых видеоблогеров. И по такому случаю я советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку я оставлю внизу. Там вы будете максимально 100% получать уведомления о том, что на моём канале вышло новое видео. Также я там буду с вами делиться какой-то дополнительной информацией по поводу влогов. И, конечно же, буду скидывать музыку, которую я использую для данного видео. Так что подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok